Мало кто знает, что военные комиссариаты ведут последовательную работу по поиску утерянных наград участников боевых действий. В ходе Великой Отечественной войны тысячи человек, которых отметило командование, так и не дождались своих наград. Одно из основных направлений деятельности военных комиссариатов, ну и нашего, безусловно, тоже в том числе, является это увековечение памяти погибших, умерших защитников Отечества, розыск архивных материалов, подтверждающих участие в боевых действиях. В этой работе большую роль играют родственники героев. Именно их свидетельства, хранимые в семьях документы и письма, часто позволяют установить обстоятельства, при которых их близким выдавали награды. Безусловно, эта работа большая проходит совместно с близкими родственниками этих людей, детьми, дочерьми, сыновьями, внуками и так далее. К счастью, это сейчас стало возможным, благодаря тому, что опубликуется большое количество материалов на сайте мемориал и так далее, доступ к архивным сведениям. Один из награжденных – Валентин Степанович, майор в отставке. Он служил в подразделении особого риска, участвовал в испытаниях высокотехнологичного оружия. Награду, выписанную еще при Советском Союзе, пришлось добиваться несколько лет, но вот, наконец, все удалось. Мои служивцы давно уже имеют. Я почему поздно эту получил? Я жил в Белоруссии. Вот здесь только 4 года, как к дочери переехал. Поэтому долго шел путь к этому удостоверению. Документы ветерана Великой Отечественной войны Михаила Грановского получила его дочь. Сержант служил на передовой, корректировал огонь артиллерии и авиации. Его представили к награде в феврале 43-го, а уже в апреле он пропал без вести. Свидетельство о награде получили и родственники Ольги Коломец. Девушку призывали в Красную армию в октябре 41-го, в самый разгар битвы за Москву, ухаживать за ранеными и помогать на тех участках фронта, где было тяжелее всего. Поэтому сегодня мы можем с вами здесь сидеть, улыбаться, жить, творить, идти вперед, радоваться жизни. Потому что они сложили свои головы, воевали геройски, трудились на фронте, в тылу для того, чтобы ковать эту победу. На награждении присутствовало и молодое поколение, десятки призывников. Будущим бойцам вооруженных сил нашей страны наглядно показали, что такое русский солдат. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцовы.